Более 15 тысяч работ из всех регионов России. Оргкомитет международного конкурса «Уроки победы» подвел итоги первого регионального этапа конкурса, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы можем говорить, что каждая пятая российская школа, в лице своих учителей истории, представила на этот конкурс своей работы. Наибольшая активность была отмечена в Краснодарском крае, в Москве, в Республике Татарстан, в Санкт-Петербурге, в Хантамансийском автономном округе, Брянской области. А если говорить о наших зарубежных партнерах, то в Республике Беларусь и Молдове. Не могу не отметить исключительно высокую активность и прекрасные качества работ, которые были представлены из Донецкой Народной Республики. С Украины тоже есть гораздо меньше, но и с других областей тоже есть заявки. Молдавия очень активно поучаствовала, но всего заявки поступили с трех континентов. Так вот сразу из Южной Америки, из Аргентины, из США есть заявки, Израиль, Палестина. Распределение работ по номинациям показало, отнюдь не историки лидируют по количеству заявок. Больше всего прислали работ на проведение внеклассных занятий. Заинтересованность также проявили учителя рисования, музыки, иностранных языков. По номинации «Лучший урок литературы» работа Митина Евгения Владимировича «Гимн Москвы. История создания. Анализ произведения». Либо по номинации «Лучший музыкальный урок. Музыка в блокадном Ленинграде». Особо меня поразила номинация по лучшему предметному уроку «Шифрование в годы Великой Отечественной войны». «Что отрадно, и на это обратил внимание сейчас Анатолий Васильевич, называя вот одну из работ, это метапредметный урок. На самом деле эта номинация дает возможность как раз вот то окно поучаствовать фактически всем учителям школы в этой работе. И математику, и физику, и информатику». Победителями первого регионального этапа стали более 500 участников. Именно из их числа жюри должно будет выбрать 33 финалиста, которым предстоит очное состязание в Москве. «Каждый победитель конкурса получит премию в размере 250 тысяч рублей». Федеральный этап конкурса стартует 22 января. Имена победителей в 10 номинациях будут названы в апреле 2020 года. Служба информации Российского исторического общества.